Дежурную часть полиции в заводском районе Саратова поступило сообщение от сотрудницы микрофинансовой организации. Она сообщила, что неизвестный, угрожая предметам, похожим на нож, похитил из офиса на Барнаульской 27 тысяч и мобильный телефон. Спустя несколько дней злоумышленник, действуя по аналогичному сценарию, забрал из офиса микрозаймов в Энгельсе на проспекте строителей 4 тысячи рублей, а уже через пару часов он был в Саратовском офисе микрофинансирования, где опустошил кассу, похитив более 100 тысяч рублей. В момент совершения преступления нападавший был в медицинской маске, однако это не помешало установить его личность. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи камеры видеонаблюдения. Полицейские, проследив маршрут передвижения злоумышленника, остановили автомобиль с подозреваемым. Что ограбили? Микрофинансовая компания. Один были? Да. Что оружие было? Нож. Нож. Сотрудниками уголовного розыска Главного управления ВДР по Саратовской области совместно с коллегами из областного управления ГИБДД при поддержке бойцов Росгвардии был задержан подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на офисы микрофинансирования. Им оказался 22-летний житель Пензенской области. Большую часть похищенных денег сотрудники полиции изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Подозреваемому избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина подозревается в совершении аналогичных преступлений на территории Мордовии и Пензенской области. Анастасия Безрукова, Ольга Иванова, Расул Ибрагимов. Дежурная часть. Саратов.